Итак, мы седьмые на немецком рынке, у нас застраховано более трех миллионов человек в нашей группе. Мы достаточно крупная организация, которая представляет и пациентов, и медиков, и нам приходится быть хорошими для всех. Наши объемы – это более 91 миллиарда евро, и это требует высокого профессионализма. Мы рассматриваем различные контракты в разных областях. Это не только онкология, но и психиатрия, ортопедия, педиатрия и так далее. Мы должны рассматривать различные ипостаси, эффективность, стоимость, удовлетворенность пациентов и так далее. И мы должны соответствовать местным правилам и нужным нашего региона – это Северный Рейн, Вестфалия. Наши пациенты всегда предоставляют второе мнение через центры специалистов. Пациенты в Германии имеют очень хорошую репутацию, и очень часто мы используем это второе мнение в ортопедии, хирургии и онкологии. Если тяжелые заболевания, то у нас есть программы даже обучения пациентов. Сейчас нет компаний, которые не занимаются неокрой. Конечно, это мы тоже рассматриваем. Следующий слайд. Этот слайд показывает корреляцию между доходом пациентов и первыми проявлениями рака. Как правило, более бедные ранее заболевают онкологическими заболеваниями. И это неприемлемо, то, что социальный статус так серьезно влияет на здоровье людей. Конвергенция. Необходимо измешение различных технологий, биотехнологий, робототехники, больших датах, визуализации. И должен быть задействован искусственный интеллект. Только это позволит нам усовершенствовать жизнь лечения наших пациентов. Мы сейчас живем в новой эре, очень развитой фармакологии. Различные потоки омиков должны быть смешаны. Следующий слайд. Пожалуйста. Профилирование опухолей используем. Искусственный интеллект. Позволяют многое сделать. Мы задействуем здесь международные и национальные платформы. И задействуем искусственный интеллект для диагностики, оценки эффективности лечения и оценки действенности тех или иных фармацевтических средств. Это порой меняет на наше понятие о существующих лекарствах. Здесь наблюдаются серьезные изменения. Следующий слайд. Пожалуйста. Что касается стоимости. 243 миллиарда. Это почти общий бюджет. Некоторых стран достаточно много тратится на пациентов. И онкологические лекарства, как известно, весьма дороги. Это где-то 7 миллиардов. Это 70% всего бюджета на лекарства. Достаточно много. Следующий слайд. Пожалуйста. Дальше. Дальше. Этот слайд иллюстрирует холистический подход и результаты работы в специализированных центрах. Явный плюс для пациентов, если высокоспециализированные центры ведут лечение. Но есть и сложности. Слишком многие пациенты туда не попадают, к сожалению, попадают, и они вынуждены лечиться в обычных больницах. Соответственно, выживаемость и качество жизни таких пациентов, которые не попадают в высокоспециализированные центры, гораздо ниже. Только 46% лечатся в достаточно специализированных учреждениях. В этих центрах аккумулированы лучшие знания, лучшие навыки, и там ведутся клинические исследования. Именно там должны использоваться новые лекарства. То же самое касается редких заболеваний. Там необходимы центры диагностики и компетентности для релевантного лечения. Это цифра сравнения стоимости того, что тратят в разных странах, где находится Германия. А теперь посмотрим то, что из кармана тратят пациенты на лекарства США. Пожалуй, лидеры 1220 долларов, в Германии 823 доллара, а в Дании 318 на душу населения в год. Так что в Дании треть по сравнению с Германией. Вы думаете, там хуже лечат, чем в Германии? Я так не думаю. А посмотрите на следующий слайд. Сравнение EBITDA и маржи, то есть доход до налогообложения различных фармкомпаний. Посмотрите на эти цифры. И следующий слайд. Очень дорогие лекарства. Здесь отдельная история. Есть лекарства, которые стоят 2 миллиона долларов США от рака. Но бывает, что родители хотят спасти жизнь детей и готовы оплачивать. Они даже фонды специальные организуют с тем, чтобы собрать необходимые средства. В частности, этот фонд собрал почти 4 миллиона долларов. И это позволило в 2013 году даже провести медицинские исследования. В 2018 году это новое лекарство. Навартис сумма 8,7 миллионов долларов США. Возможно, ППП-организация, то есть союза государственных и частных структур. Далл-долли это результаты. Некоторые считают, что нет фарминдустрии. Сейчас необходимо творческое начало в создании инноваций. Не все новые лекарства успешны. Но сейчас, я считаю, ситуация для развития неокр великолепна. Мы живем в золотой век развития фарминдустрии. Следующий слайд. А нет ли псевдоинноваций? Утенок говорит, я лебедь. Да, конечно же, такое бывает. Инновация является таковой, если она действительно дает массу плюсов по сравнению с тем, что было раньше. И необходимо правильно сравнивать старое и новое. Инновации должны давать не только большую эффективность, но и порой экономить деньги. Такие инновации не обязательно должны быть дорогими. Это важная информация. Федеральный объединенный комитет. Все это нужно проверять достаточно заранее. Вы знаете, весь сок длительного хранения и свежевыжатый сок отличается. То же самое касается и лекарств, в том числе инновационных лекарств. Есть международная независимая организация по оценке инноваций в области фармакологии. Есть и другие институции. Анайс, например, до 1999 года, это была британская модель немецкого института по оценке лекарств и метатехнологии. Они собирали информацию и предоставляли ее пациентам. Давали рекомендации по лечению и руководство по лечению и ведению заболеваний. Также обсуждали цену. И все это было под эгидой Министерства здравоохранения отсюда и финансированием шло. Это была общественная организация, но с государственным финансированием. В том числе был комитет, который делал оценку лекарства и давал рекомендации. Тому комитету, который принимал окончательное решение. Опять же, рекомендации обсуждения перед тем, как решение принимается. При обсуждении плюсов новых лекарств и инноваций. Исторически всегда дается вторая попытка, как и в политике. И вот было законодательство проведено в 2011 году, которое позволило ускорить эти процедуры и этапы. И шотландцы внесли свой вклад. Также кое-что мы почерпнули из французской системы. Объединенный комитет в 2004 году действовал как небольшой законодательный орган. Здесь была польза для всех и мнение всех тоже учитывалось. Также пациентские организации имели право высказываться, правда, без права голоса. И каждое решение объединенного комитета необходимо было принимать с участием всех возодействованных в рамках этого объединенного комитета органов. И об этом уже говорила доктор Либерман о том, как проводится оценка. Очень четко прописана задача. Нужно оценить препараты на предмет дополнительных плюсов с компаративным лекарством. Это делает совместный комитет. И свободная цена теперь заменена в Германии уже договорной ценой между производителем и государством и страховщиками. То есть здесь теперь четкая демаркация границ. С получением рыночного разрешения, лицензирования, допустим, Европейское медицинское агентство, то производитель может одновременно уже запустить это лекарство для рынок Германии. И одновременно с этим предоставляется досье со всеми клинически релевантными данными на рассмотрение комитета. И именно смотрят на то, чтобы именно были пациентозначимые результаты. Многие компании как раз не прошли этот этап. Я считаю, действительно нужно отталкиваться от пациента. Вот шесть месяцев длится оценка, и КВИК это выполняет. То есть три месяца, потом еще три месяца, в сумме шесть. И затем делается заключение по сравнению с компаратором, каким методом лечится. И вот этот рейтинг плюсов влияет на составление договорной цены. Если нет четких плюсов прописанных, то очень тяжело вести переговоры. В Германии мы действительно общаемся, у нас есть слушания, у нас общественные организации, они вовлечены. У нас нет такого сравнения цена-качество, как, допустим, в Великобритании. Мы не так активно смотрим на этот аспект нам, качество в первую очередь. И важно, чтобы программное обеспечение было доступно от докторов, чтобы они могли донести плюсы с уровня совместного комитета до непосредственно докторов. Докторов о плюсах этого лекарства, нового препарата. Про это доктор Либерман уже говорила. Нужно, конечно, мы смотрим на осложнение, смертность и качество жизни при оценке лекарства. Очень часто у лекарств есть так называемый барьер 50 миллионов. Если это резкое, редкое заболевание, то тогда получается, в этом случае у нас плюсы не проводятся с количественным показателем. Они просто качественно описываются. Это сравнительная таблица, обязательно необходимо наличие доказательной базы по обнаруженным плюсам. Эта диаграмма показывает, в каком разбивке идут разные уровни дополнительных плюсов. И здесь показано, что в Германии больше всего орфанных лекарств, 93% выходят среди орфанных лекарств на рынок Германии без задержки. Понятно, что редкие заболевания не настолько уже редкие, и нам необходимо, чтобы обращали внимание на редкие заболевания фармаправоизводители. И поэтому у нас законодательства, у нас нет вот этого барьера в 50 миллионов, но мы можем законодательно ввести другие критерии. Сейчас идут обсуждения, в том числе и публичные, и КВИК в них участвует по эффективности медицины. И Европейское медицинское агентство призвало, чтобы все медики объединили свои усилия с фармакомпаниями в поисках вакцины против COVID-19. Это, мне кажется, правильный призыв и метод работы. Поскольку сейчас понятно, что объемы вакцины потребуются большие, поэтому тема с одной стороны деликатная, с другой стороны, мы сейчас живем в объединенном мире, и несмотря на то, что работа идет коллективная, некоторые страны все-таки хотят выбиться в лидеры. Немецкая система по оценке плюсов вобрала в себя опыт разных стран. Это четкая, крепкая система, но с необходимой гибкостью, чтобы обеспечить высокую скорость инноваций. Какие же альтернативы существуют вместо этой системы? Можно, допустим, фиксирование цены со стороны государства. Германия обсуждает этот момент. Но мне кажется, что мы выбрали правильный подход, мы имеем досье по лекарству с доказательностью. Другие страны поступают по-другому. Наша система немножко похожа на французскую по философии, по стратегии. Конечно, понятно, что необходимо дальнейшее продвижение, совершенствование. У нас есть фонда по независимым клиническим исследованиям, орфанные лекарства. Обязательно нужны данные, поскольку если нет данных, то, может быть, стоит завести в одной стране. Можно завести и реестры по всей Европе. И необходимо ввести какие-то временные ранки, потому что для онкологии, допустим, это очень актуальные вопросы, появляется или генная терапия, или другие методы с большими финансовыми вложениями. Необходимо понимать, какое соотношение времени и финансовых вливаний. Это очень комплексные системы. И последний момент. Необходимо усилить свою позицию в переговорном процессе с фармацевтическими компаниями, поскольку чаще всего это многонациональные компании, у которых поле работы весь мир. Спасибо. 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 Спасибо.